Потерял управление. Серьезное ДТП с участием пассажирского транспорта произошло на улице Мельчакова. Автобус 37 маршрута протаранил стену магазина и другой пассажирский автобус. Есть пострадавшие. По предварительным данным, авария произошла из-за резкого ухудшения самочувствия водителя. Дмитрий Гаврилов узнал подробности. ДТП произошло около 6 часов утра на остановке Таврическая. Водитель 37 автобуса не справился с управлением. Снес фонарный столб, после врезался в стену магазина. Затем транспортное средство протаранило новенький автобус «Волгобаз» 36 маршрута, стоявший на обочине. Оперативно на место были вызваны сотрудники ГИБДД, скорой помощи. В настоящее время органами МВД устанавливается виновность лиц. Водитель утром прошел медосредственно, как и было положено. Водителю было 59 лет, соответственно, это был водитель со стажем. По предварительной информации, водитель 37 автобуса почувствовал себя плохо за рулем и потерял сознание. В аварии помимо него пострадал другой водитель, оба кондуктора и один пассажир, ехавший в 37-м. Пять человек было госпитализировано в городскую больницу имени Тверье и в Пенскую краевую клиническую больницу. Из пострадавших пяти один находится в тяжелом состоянии, госпитализировано в реанимационное отделение. Трое в состоянии средней тяжести, одна с легкими травмами, скорее всего, будет лечиться муторно. В социальных сетях очевидцы утверждают, что у водителя случился инфаркт. По словам сотрудника компании-перевозчика, он впервые вышел на маршрут после двухдневного отдыха. Перед происшествием во время стоянки на конечной остановке Мельчакова, кондуктор заметила, что водителю не здоровится, сообщает портал 59.ру. Женщина предложила ему отказаться от продолжения работы, однако мужчина к этому не прислушался. По факту ДТП проверку начал Следственный комитет. Городской департамент дорог и транспорта также разбирается в произошедшем. Дмитрий Гаврилов, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Мощный грозовой фронт накануне прошел через Пермский край. Он сопровождался обильными осадками и шквалистым усилением ветра. В отдельных районах выпал крупный град. Как всегда, в подобных случаях не обошлось без поломанных деревьев и отключения электричества. А, пожалуй, самым заметным последствием удара стихии стал пожар в одном из кооперативов дачного массива Алешиха. Как сообщили очевидцы, примерно в 22.45 молния ударила в садовый домик. У постройки мгновенно загорелась крыша, после чего произошел взрыв газового баллона. В результате деревянное строение сгорело дотла. Между тем, по данным синоптиков, выходные снова вероятны сильные грозы. Волнительный процесс. Детско-юношеский центр Антей в Матавельхинском районе объединяет с гимназией номер два. Это слияние взволновало жителей микрорайона Садовой и сотрудников центра. Люди переживают, что в результате сократится количество бесплатных услуг и рабочих мест. А в дальнейшем центр вовсе изменит свой профиль. На вопросы коллектива Антея сегодня ответила начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова. Встреча с коллективом Антея прошла в стенах центра. В актовом зале присутствовал весь педагогический состав. Ранее руководители направлений уже пообщались с директором второй гимназии. Но вопросов в адрес Людмилы Сериковой все равно было немало. Это семья. И вот этот коллектив – это одна большая семья. Не изменится ли состав коллектива, не сократится ли количество направлений дополнительного образования. Сейчас в центре занимаются 1082 ребенка в 43 кружках и секциях. Здесь реализуются образовательные программы по естественно-научному, физкультурно-спортивному, социально-педагогическому, художественному, техническому и туристско-краеведческому направлениям. Многие кружки функционируют на бесплатной основе. Родители и сами дети очень обеспокоены тем, что в гимназии нет бесплатных кружков. И они спрашивают, где гарантии того, что бесплатные кружки останутся. Людмила Серикова пояснила, что сохранение действующего педагогического коллектива – приоритетная задача. Кроме того, она отметила и перспективы развития центра в качестве структурного подразделения гимназии. После объединения у педагогов появится возможность проводить спортивные занятия на скалодроме, в бассейне, в танцевальном зале, который находится в соседнем учебном заведении. В самом здании центра доп. образования останутся традиционные кружки. Главное мы смогли объяснить – это то, что мы коллективы сохраняем. Здесь то же количество услуг, то же количество дополнительного образования будет и на следующий год. То есть детей здесь не станет меньше, и коллективов не станет меньше. Далее все педагоги могут продолжать работу в этом здании. Почему? Потому что это будет отделение дополнительного образования. Таким образом, помимо статуса центра и его руководства, иных изменений в рамках объединения с гимназией не предвидится. Отметим, решение о слиянии этих учреждений было принято межведомственной комиссией, в состав которой вошли представители прокуратуры, администрации, депутаты Пермской городской думы. Татьяна Овсянникова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Освободился сам, помогу другому. Один заключенный пообещал товарищу по несчастью досрочное освобождение из исправительного учреждения. В обмен на взятку в полтора миллиона рублей. Мошенник якобы намеревался подкупить судью Верховного суда России. Рассказывает Елена Иговцева. Заключенный одной из исправительных колоний, отбыв свой срок, предложил другому сидельцу посодействовать, чтобы того выпустили из-за решетки условно-досрочно. Дескать, пиши надзорную жалобу в Верховный суд и выйдешь на свободу. Цена вопроса – полтора миллиона рублей. Пояснял о том, что обладает обширными связями в правоохранительных органах. Его знакомые являются сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации. Находятся в хороших отношениях с судьями Верховного суда Российской Федерации. Заключенный прямого согласия на дачу взятки не дал, но попросил сына, что называется, провентилировать этот вопрос. Мошенник даже встречу молодому человеку назначил для солидности столицы России. Однако тот заподозрил обман и обратился в полицию. Указанные встречи уже происходили в городе Перми и в дальнейшем, будучи под контролем оперативных сотрудников, Густинов был задержан при получении муляжа в виде денежных средств. В данном случае следует заметить, что указанный гражданин также отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение мошеннических действий. То есть они нашли друг друга. Теперь все наоборот. Недавний заключенный уже на свободе. А лучший друг всех судей и прокуроров, и прочих влиятельных лиц снова попал в места не столь отдаленные. Это уже его третья судимость по статье мошенничества. Поэтому вряд ли он сможет рассчитывать на мягкий приговор. Елена Иговцева, Валерий Шакунов, телевизионная служба новостей. Руки будущего в Перми ищут людей, нуждающихся в современных протезах. Заявки на протезирование принимает краевая организация Всероссийского общества инвалидов. А одну из важнейших деталей искусственных рук изготавливают пермские протезисты. О технологиях, помогающих жить полной жизнью, независимо от возможностей здоровья, расскажет Татьяна Овсяникова. В том протезе самостоятельно. Сегодня Ярослав проходит плановый осмотр в центре, где год назад получил новый функциональный протез. У мальчика с рождения отсутствует кисть. Когда он родился, мне врачи его поднесли и сказали, вот у вас такой-то малыш, у него нет кисти. Нам сделали такой косметический протез, сделали, но мы им не пользовались. Пользовались мы им только зимой, тогда катались на снегокате, чтобы держаться обеими руками. Косметический протез был не слишком функционален, да и выглядел немного пугающе. Ярославу заменили его на разработку молодой российской компании резидента Сколково. Подвигай, Ярослав. То есть мы видим, что учезапясный сустав подвижен, да. То есть это первое показание к тому, что можно изготовить такой протез. Есть тросики, которые при сгибании учезапясного сустава производят схват. В Перми для таких протезов изготавливают одну из важнейших частей – индивидуальную приемную гильзу. Корпус механической руки печатают на 3D-принтере в Москве. Специалисты проектируют и биоэлектрические модели. С их помощью можно работать за компьютером, пользоваться самокатом или велосипедом, решать рабочие и бытовые задачи, а также дополнить протез полезными функциями, например, бесконтактной оплатой. В случае с таким протезом, как у Ярослава, выбор тоже есть. Изделие выполнено в его любимых цветах и с рисунком любимого героя. Мне надо, потому что я смотрю «Челепаску ниндзя», и он мне очень нравится. Мне просто показывали картинки, и я носочу «Челепаску ниндзя». Такая модель протеза, как у Ярослава, называется тяговая. Протезировать ей можно детей от 3 лет, а также взрослых. Тем, кто постарше, можно подобрать более серьезную бионическую модель. Но все зависит от того, какая из них будет прописана в программе реабилитации. То есть необходимо пациенту индивидуальную программу реабилитации, где должно быть прописано именно это изделие, протез активный, тяговой кисти, либо предплечье и заявление, которое необходимо написать. При наличии всех необходимых документов современные функциональные протезы выдаются бесплатно. Задать вопрос и оставить заявку на протезирование можно в Краевой организации Всероссийского общества инвалидов. Обращения принимаются по телефону, который сейчас на экране. Татьяна Овсянникова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. «Хвостатый дачник» – акция под таким названием стартовала в пермских электричках. Запланированы череда мероприятий, первые из которых – бесплатный прием ветеринаров прямо на вокзале или в вагоне и бесплатный провоз животных в пригородных поездах. Подробнее расскажет Евгений Гуляев. Пункт осмотра животных запустили прямо в здании вокзала. Другая точка открылась в одном из вагонов пригородной «Ласточки». Акция «Хвостатый дачник» продлится все выходные. На преме второй в пригородной электричке «Ласточки» любой желающий со своим домашним нашим питомцем может пройти бесплатное ветеринарное обследование. Будет эта клиника работать три дня. Вот на привокзальной площади, непосредственно в салоне пригородной «Ласточки». Также на протяжении всех трех дней можно будет абсолютно бесплатно провести свое домашнее животное. Конечно, по правилам перевозки животных в пригородных электричках. О том, где в составе «Ласточки» будет располагаться так называемый «вагон здоровья» в электричке сообщат по громкой связи. Врачи будут осматривать животных с 14 до 18 часов. «Базовый клинический осмотр – это осмотр при помощи глаз и рук и базовых предметов типа фонендоскопа. То есть это осмотр кожных покровов, слизистых оболочек, глаз, ушей, качества шерсти». Как сообщили в Пермской пригородной компании, за прошлый год в электропоездах было провезено более 30 тысяч животных. Из них 23 тысячи только в летнее время. Львиная доля таких хвостатых полосатых пассажиров – это кошки. «Профилактика важна. Даже в дороге соглашаются хозяева питомцев». «Для людей, у которых, возможно, нет возможности ходить к ветеринару и привезти платное обследование». «Тем более по пути на дачу, да?» «Тем более по пути в другой город». «Так мы не ходили на прием, поэтому почему бы не воспользоваться?» «Ветеринары также рассказали нам, что чаще всего случается с домашними питомцами в дороге и на даче. Это пищевое отравление». «Человек сам по себе, выезжая на природу, чаще всего о своем-то питании забывает, а животные тоже подхватывают какой-нибудь кусочек шашлыка. Это очень частая проблема. И в клиниках тоже проблема, когда приезжают с такими вот интерьерами и говорят, ну он съел кусочек шашлыка, а для него это как для нас свинью целиком съесть». Организаторы акции намерены привлечь внимание к правилам проезда с животными, профилактировать заболевания хвостатых пассажиров, а также напоминают о необходимости беречь своих любимцев и не бросать их на дачных участках после завершения летнего сезона. Евгений Гуляев, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей. «Он сделал то, что не удалось хоккеистам сборной России, вышел на лед в финале Чемпионата мира по хоккею. Причем в коньках и прочей амуниции. И отработал как следует, но без клюшки в руках». Глеб Лазарев, хоккейный судья из Перми. С ним пообщался Олег Романов. «Идет финал Чемпионата мира. Решающий матч, в котором финны обыграли родоначальников хоккея, канадцев. Российские болельщики надеялись увидеть в этом поединке на льду нашу сборную, но та, напомним, уступила в полуфинале будущим чемпионом. Зато неудача нашей национальной команды дала возможность отработать финал российскому рефери, Пермяку Глебу Лазареву. На чемпионате мира обслуживать матч, как известно, не могут представители тех стран, которые играют между собой. То есть присутствие в финале российской команды означало бы, что в судейской бригаде россиян не будет. Кто будет работать в игре за золотые медали, заранее никогда неизвестно. Накануне мы отработали полуфинал, и буквально через час нам пришло назначение уже на финал. Довольно-таки живая игра, интенсивная. Первый период был какой-то очень такой ожесточенный, в постоянных каких-то стычках, где работы было очень много для линейных. Для главных, я скажу, тоже большая ответственность. На чемпионате мира пермский рефери отработал 9 матчей. 7 на групповом этапе и 2 на стадии плей-офф. Говорит, чем ближе к развязке, тем выше ответственность, растет и ажиотаж. Даже те, кто никогда особо не следил за хоккеем или футболом, начинают активно интересоваться делами спортивными. Касается это как болельщиков, так и журналистов. Впервые в жизни за вот этот пятый мой чемпионат и третий финал, впервые в жизни мне начали писать, звонить в разные журналисты, интересоваться моим свободным временем для интервью. Я уже приехал в Пермь, то есть два дня после чемпионата прошло. И товарищ спрашивал о свободном времени и спросил, ну как я понимаю, чемпионат еще не закончился, все впереди. Я говорю, нет, нет, извините, но все уже позади. Позади не только чемпионат мира, но и сезон в континентальной хоккейной лиге, в которой Глеб отработал 55 матчей регулярного чемпионата и 10 в Кубке Гагарина. Его по итогам этого турнира признали лучшим лайнсманом и вручили специальный приз. У нас есть давняя традиция, у нас главные судьи получают золотой свисток. Этот приз не так давно ввели, и он называется приз Михаила Галиновского, великого линейного суди российского, которого приглашали в НХЛ, но он отказался. Сейчас есть время передохнуть после напряженного сезона. А в середине июля начнутся сборы. Придет пора готовиться к новым турнирам. В общем, у служителей хоккейной эфемиды все так же, как у игроков. Олег Романов, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Продолжение следует...